Ого, две прекрасные дамы. Здравствуйте, дамы. Ульяна, Катрина, Карина. Мурат? Всем привет, и сразу скажу, что КРМП и Брулёв это совершенно не связанные вещи, потому что она мне вечно не нравилась. Но здесь мне в очередной раз предложили поиграть, посмотреть новое обновление, и я каждый раз отказывал. Но в этот раз я даже сделал исключение, и реально считаю, что это обновление заслуживает большого внимания, обновление Сталкер на Аймейзинг РП. Сразу скажу, что это видео немножко подготовительное, потому что в скором времени мы с вами будем играть уже в КРМПшечку на стримах ежедневно. И будем проходить вместе это обновление, копить очки, стреляться с зомбиками, радиация, туры-пыры, фу-фу-фу. В этом видео я вас просто приглашаю уже подготовиться, расскажу, что вам сейчас надо сделать, как вам подготовиться к стримам, чтобы уже быть заряженным. И, кстати, не забывайте, что у меня, конечно же, есть промокод. Куда же ютубер на каком-то сам КРМП-сервере без промокода? ММ, промокод, указать промокод друга, вот второй пункт, и пишите хэштег. Нет, без хэштега, просто сайленс. Итак, мы с вами находимся на вокзале, и, в принципе, у нас ничего нет. Ну ладно, у меня есть уже 5 миллионов, конечно. Мы нажимаем с вами буковку П, и у нас открывается вот такой а-ля Сталкер, не знаю, Фоллаут какая-то хреновина, Симонс, ебать какой-то. Мы с вами нажимаем команду помощь, и список мест, пункт номер 3. И здесь мы можем посмотреть все места, которые нам нужны будут на зоне, на этой зоне, вот этой обновлении, Сталкер, обновление, зона, вы поняли? Но для начала, чтобы туда отправляться, нам надо не забыть купить аптечки и оружие, конечно же. Работы, развлечения, организации, бизнесы, транспортные комбизнесы, АЗС, аптеки, отлично. И еще раз напоминаю, что мы в скором времени будем уже играть именно на стримах ежедневно, поэтому обязательно за... Арсен, отстань! Вот, поэтому я вас приглашаю уже, чтобы вы уже скачали, зарегистрировались, ввели мой промокодик, качали второй уровень обязательно, потому что обновление будет доступно со второго уровня. Так, хорошо, аптеки мы с вами купили, теперь нам надо оружие. И мой велик спиздили! Вон мой велосипед! Ах ты, сучек! Говнюк, Эдвард! Ладно, не будем расстраиваться, следующее, что нам надо, это магазин оружия. Где он у нас? Риэлторы, магазин, оружие. Фух. О! А! Эээ... Я серьёзно его не видел, ладно? Всё, чшшш, пожалуйста, оружие. Ух ты, ё-моё, ого, ебать ты, Санта-Барбара, Бритни Спирс. Зачем тебе оружие? Зачем мне оружие? А-а-а, тебя это не должно волновать. Так, мне надо... Ого, охотниче, рожжё, оказывается, давай мне оказывается... Бронежилет не забыл? Давай сюда, конечно. Бронежилет не забыл? Да всё, не байте, купила бронежилет. И теперь нам надо просто добраться в ход в зону и, насколько я помню, далее, у Фёдоровича, это уже, как я понял, в зоне, мы сможем купить себе броню и защиту от радиации. Ладно, в ход в зону. Фух. Меточка у нас поставилась. Выключаем. И осталось добраться до 2,5 километра. Так, ну чё, пацаны, короче, у местного решал и отжал вот такой Киа Амейзинг. Какой-то спортивный режим тут тупо. И мы сейчас с вами уже направляемся на зону. Только не на тюремную зону, а на... На... На сталкерскую зону. Честно говоря, ощущения о КРМП, я вам скажу, довольно необычные. Как я её и не любил, мне вечно КРМП не нравилось. Здесь довольно всё приятно, я вам честно скажу. Так, ещё... Так, сраные радары. 110 километров в час. Ну да, согласен, превысил. Опа! А вот и наша зона радиации, так сказать. Посмотрите, сколько здесь машин. У меня есть некая ютуберка здесь, псевдо-одбинка. Я уже вижу людей так, сдалека. Блин. Но это выглядит реально круто. И прикиньте, вот мы с вами на стриме, в человек так 30 приедем сюда. Поэтому, пацаны, качайте заранее уже игру. В описании всё есть. Прокачивайтесь до второго уровня обязательно. Так, и насколько я знаю, сейчас мы заходим сюда, и у нас сразу меняется мир. Вообще, вы появитесь вот так, без защиты, без ничего. Но, ладно, поскольку я уже заранее посмотрел, что-то как тут, и чтобы не умереть сейчас от радиации быстренько. Я купил себе вот такую блатную защиту, но я вам ещё покажу, что и где. В зону мы зашли, теперь помощь, список мест, и направляемся к Фёдоровичу. Именно там, как раз-таки, если не ошибаюсь, можно купить защиту. Как мне рассказали, здесь ходят какие-то NPC, которые могут надавать по жопе. Вам. И мне. Так, вон, 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 вон. Ой, сука, стреляет уже. Тихо, тихо, дядька. Оооо, он бронь мне всё снял. Да, 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 я забыл выключить ГМ. Чтобы меня не убили, и, слава богу, я его не выключил. Ну, сейчас всё, я выключил, у меня остались 100 хп, я просто забыл, извините. Тихо, 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 тихо. НПК на машинах даже? Вы чё, гоните? Короче, мужики, чё хотел сказать? Баты здесь нереально. НПК здесь нереально жёсткие. Они даже ездят на машинах. Но, тем не менее, мы уже находимся у Фёдоровича, куда нам надо было добраться. И вам надо будет добраться, и нам надо будет добраться на стримах. Так, да, Фёдорович где-то вот здесь, да, спуск именно вот сюда, вниз. Вот, спускаюсь сюда, здесь можно купить броню. Так, мужики, подвиньтесь. Так, что произошло? Я тут рассказ слушаю. Сорян, задал, поеду. Я просто кумарит, понял, даже. Это, Даня. Нет, давай лучше задание. И здесь у нас сразу начинается сюжетная линия от первого до седьмого задания. А, возможно, даже будет и продолжение. Но специально никакие сюжетные линии я сейчас проходить не буду. Все это мы будем делать вместе с вами на стримах. Поэтому сейчас я лишь вас приглашаю скачать уже Amazing к РМПшечку. А на этом всё. Всем пока. Я вас жду.